Мощно и зрелищно. Силовой экстремал Сергей Агаджанян установил в Люберцах новый мировой рекорд. О том, какой транспорт не устоял перед ним, на этот раз расскажут мои коллеги. Сдвинуть с места эвакуатор весом 41 тонну на 12,5 метров для слесаря Люберецкой теплосети Сергея Агаджаняна не проблема. Новое достижение экстремала – третий мировой рекорд. Русский халк, так его прозвали в интернете, сверхчеловеком себя не считает. Говорит, что силовой экстрим помогает ему в работе с молодежью. Ребята молодые смотрят, если дядя в 43 года может делать какие-то рекорды, наверное, они в своем возрасте могут своей дисциплине, не спортивной, а жизненной задачей решить ее. Поскольку я показываю, имитирую молодежь на то, что нет каких-то пределов. Толкать тяжелый транспорт – занятие для Сергея привычное. Месяц назад в Казани он сдвинул с места 16-тонный самолет. После нового успеха с грузовиком силач планирует взять полугодовую паузу и восстановить силы перед будущими рекордами. Дальше у нас, я не буду раскрывать, с Федерации силового экстрима трак-пол будет большого грузового самолета. Открою небольшой секрет, но я буду тянуть его вместе с другими двумя легендарными спортсменами-экстремалами из своих эпох. Будет один атлет, который выступал во времена Турчинского, старше меня, и будет молодой чемпион мира. Для установки третьего мирового рекорда люберцы были выбраны не случайно. Теперь округ – официальный представитель Федерации силового экстрима в Подмосковье. Документ о сотрудничестве был подписан непосредственно перед выступлением Агаджаняна. У нас реально всегда были развиты и силовые виды спорта. Значит, все, что связано со спортом, особенно такие виды спорта, начиная от тяжелой атлетики, бокс, борьба. И сегодня по силовому экстриму мы делаем очередной шаг. Я надеюсь, что он будет удачным. Федерация силового экстрима России была создана в конце прошлого года. Организация имеет свои представительства в 49 регионах страны.